Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Последние 2-3 года я не живу, а существую, когда у меня были друзья, они приносили в мою жизнь немного радости и спокойствия. Но теперь я остался одна, друзья оказались совсем не друзьями, один скрыто завидовал и распускал плохие слухи, другая вообще забыла о нашей дружбе, как только появился парень и новые друзья. После этого вообще сложно кому-то доверять. Каждый день мне очень грустно и одиноко, Линч, чем-то заниматься, интерес ко всему исчез, меня преследуют тревожные мысли о своем будущем. Когда я ничего не делаю, чувствую обреченность, потому что мне ничего хорошего в будущем и своей жизни ждать не стоит, только обостряется. Вечером мне максимально плохо, просто полплачу до тех пор, пока не высунул день, а также очень часто куда-то хочется исчезнуть, чтобы больше не отривожиться и просто выплакаться. Меня ничего не спасает, когда смотрю сериалы и преследуют всякие беспокойные мысли, когда смотрю в интернете на знакомых, которые многого уже добили, живут интересно, то мне вообще хочется с земли провалиться. Я чувствую себя ничтошной и ни на что не пригодной. Когда пытаюсь чем-то заняться, например, выучить новый язык или какой-то навык хоббит, у меня голодает на три дня, потом мотивация резко падает, я снова проваливаюсь в отчаянии. Так происходит всегда, и я не могу понять почему. Как справляться с этим и достигать целей? Моя самоцелька уже ниже принципа, я не могу найти свое призвание. Нет ничего, в чем я действительно хороша. Мне страшно, что в будущем я не смогу ничего достичь. Буду жить бедно или так, как я не хочу, буду несчастно. В общем, я средний человек или вообще полный ноль во всем. Я уже не могу это терпеть. Каждый день для меня мучения, я чувствую сильную душевную боль, при этом чувствую апатию и пустоту. Просто будто утратила всякий смысл и не знаю, что теперь делать. Мне уже преследует мысль уйти из этого мира, но я слишком слабая, чтобы решиться на этот шаг. Хотя я не уверена, что дальше выдержу эту боль. Что со мной, как выйти из этого состояния? Как научиться радоваться жизни? Как жить, а не существовать? Помогите, пожалуйста. Я уже не знаю, у кого спрашивают совета, кому выговорится, мне так тяжело, хочется найти что-то, что поможет мне обрести смысл. Смотрите, во-первых, нужно сказать, что до того, как вся эта ситуация с вашими друзьями произошла, ну вот, до того, как, это важно понимать. Ваши друзья, по вашим же, собственным словам, приносили в вашу жизнь немного радости. То есть, вероятно, вы уже тогда чувствовали некоторые проблемы. И уже тогда вам, вероятно, что-то беспокоило. У вас, вероятно, было вот это чувство потерянности, которое вы описываете сейчас. Конечно, это только предположение пока что. Но я думаю, что оно, это предположение, вполне может быть обоснованным. Конечно, в первую очередь вам желательно обратиться к психиатрам, чтобы диагностировать ваше состояние. Вот. И убедиться, убедиться, убедиться в том, что... У вас нет изменений в химии тела, в химии мозга. Вот. А дальше я бы сказал, что одним из ключевых моментов вашей истории является, на мой взгляд, тотально сравнивание себя с другими людьми. Вот. И желание достичь какого-то результата, да. Ну, то есть, вот, вы хотите достичь какого-то результата, в обход, как бы, своих интересов, в обход, значит, того, что могло бы вам как-то понравиться. Ну, вас как-то могло бы привлечь. То есть, вы это делаете все в обход. В обход. Понимаете? В обход. Понимаете? В обход. То есть, вы вроде бы это делаете, вроде бы, но почти все время, как мне кажется, серьезная проблема. Сравнивайте себя, в общем-то, с другими, ну, с другими людьми. Вот. И, на мой взгляд, это вот, ну, как мне кажется, серьезная проблема. Вот. Поэтому, здесь я вот сказал бы, что вам имеет смысл учиться быть внимательной к себе. Вот. Да, у вас очень много боли, у вас очень много, значит, невыраженных эмоций и чувств. Вот. Не прожит их. И вам нужно, в первую очередь, помочь их прожить. Я думаю, в том числе чувство от потери друзей. Ну, то есть, вот, чувства связаны с друзьями. Вот. То есть, это чувства и эмоции, которые у вас появились в результате, ну, расставания с вашими, ну, с вашими близкими людьми. То есть, вот, с другом, другом, как я понял, с другом и подругой. То есть, вне всякого сомнения, это болезненно. Вне всякого сомнения, это тяжело вне всякого сомнения. Это неприятно. И, вне всякого сомнения, вы до сих пор это не прожили. Если вы понимаете, конечно, что я имею в виду. Вот. Поэтому, возможно, именно из-за них сейчас вам так тяжело, больно и плохо. Само собой, эээ, само собой совершенно. Что могут быть и другие варианты. Это само собой. Но, пока что исходя из этого, я бы предложил вот такой момент. Эээ, привычка. Обращать внимание на других людей. Эээ, ну, вот. Привычка обращать внимание на других больше. Эээ, чем на себя, да. То есть, вот, ну. Как вы это делаете, как вы это делаете, она не возникает ниоткуда. Понимаете? То, что, когда, друзья исчезли, у вас потерялся интерес ко вскну, это говорит о том, что, по-видимому, у вас и не было. Не было, не было интересов. Ну, особого интереса не было. К чему-то. Эээ, то, что вы делали, вы делали, ну, словно говоря, для других людей в надежде, там, получить что-то от них. Да, то есть, одобрение, там, например, или, может быть, что-то еще. Вот такого, такого плана. Скорее всего. Вот. Эээ, это очевидно, на мой взгляд. И требует коррекции. Вот. Эээ, то, что вы со своими друзьями, ээээ, получается, расстались, не смогли с ними сохранить отношения, да. Это, на мой взгляд, свидетельствует о том, эээ, что, ну, изначально это были некрепкие отношения. Вот. То есть, как-то, вот, изначально это были, ну, не очень, не очень крепкие связи. И люди, вполне возможно, да, изначально вас не воспринимали, эээ, ну, всерьез. Вот. Или изначально воспринимали малькантин. А вы, соответственно, ну, как бы, соглашались, да? Эээ, вот, вы, как бы, соглашались, эээ, на то, чтобы быть с этими людьми, в общем, в общем и целом. Эээ, игнорируя при этом вот то, что, вероятно, ну, вероятно, что вами особо они не интересовались. То есть, опять же, я не думаю, я не думаю, что, эээ, ну, что вот резко, да, взяли и с вами перестали общаться. Вот. Я, я не думаю, я думаю, что у, у этого есть свои предпосылки. Я так, так же, эээ, так же думаю, что вы себя очень сильно, эээ, что-то в себе не принимаете, эээ, внутренне отберегаете. Вот. То есть, я думаю, что, эээ, вы себя очень, эээ, сильно отберегаете, то есть, не принимаете, эээ, себя. Очень, эээ, фильм, что-то в себе не принимаете. Эээ, вот. Ну, как мне кажется, да? В данном случае. А, почему так? И на что нужно вам обратить своё внимание? Понятное дело, что пока сказать нельзя. Вот. Ну, потому что. Мало. Мало. Информации достаточно. Вот. Также речь идёт об агрессии. У, эээ, у вас, о злости. Эээ, собственно, именно это является одним из оснований ваших мыслей. Исчезнуть, уйти и так далее. Вот. Есть чувство стыда, которое также, на мой взгляд, вас, ну вот, так скажем, разрушает бабь. Эээ, ну, получается, эээ, довольно сильно разрушает. Вот. Эээ, вот, эээ, со всеми этими, эээ, аспектами, на мой взгляд. Эээ, имеет, эээ, смысл работать. Вот. Эээ, почему падает мотива... мотива... мотивация? Эээ, довольно простой ответ здесь может быть. Эээ, почему падает, почему падает мотива... мотивация? Эээ, потому что вы нацелены на результат, причём желательно побыстрее. Эээ, вот. Эээ, то есть, это именно вот эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ чего-то добиться, а при этом не особо важно, что я чувствую и как я к этому отношусь, а вот, то есть не просто так вы сравниваете себя с другими людьми, называете себя никчёмными и так далее. Я думаю, я думаю, что в вопросе достижения чего-то вы ориентируетесь исключительно на, да, в том числе и в вопросе о том, как я хочу жить. Вы ориентируетесь исключительно на то, что вам кажется социально одобряемым. Понимаете? И мотивация, вот вы говорите про мотивацию. Какая она у вас? Расскажите про неё немножко. То есть, ну, из чего она оставит? Мотивация ваша. И что меняется? Что меняется? Когда она исчезает? Ну, что меняется? Я имею ввиду... У вас что меняется с вами? Ну, вот. То есть, вот, вы начинаете что-то делать, да, и вот, как бы, мотивация исчезает. Что меняется? Давайте попробуем это увидеть, уловить. В целом я бы сейчас рекомендовал обратиться к врачу. Это первое. Второе. С психологом проживать свои чувства, а дальше уже, я думаю, потихонечку вы будете из этого состояния выходить, потому что сейчас у вас слишком много всего накоплено, и это мешает увидеть то, что происходит, ну, условно, вокруг вас. На этом всё. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам нажать над собой работу. Обращайтесь, не затягивайтесь. Спасибо. Спасибо.